На шестом уроке мы с вами займемся непосредственно самой e-mail рассылкой. Первое, что нам необходимо сделать, это выбрать оффер, на который мы будем рассылать наше предложение. Оффер – это товар, инфопродукт, который мы будем рассылать. В файле с полезными ссылками у вас есть ссылка на мой продукт, который вы сейчас смотрите, который вы сейчас изучаете, можете продавать его. Либо можете что-то другое найти на глупарте, также его пиарить, либо поискать что-то на Clickpay, что-то недорогое, но то, что хорошо продается. Я для себя уже выбрал такой продукт. Перехожу в свои партнерские товары. Вот он, 50 готовых сайтов для вашего бизнеса. Этот товар достаточно дорогой, вы себе подберите что-нибудь подешевле, я для демонстрации буду слать на него. Во втором уроке я вам показывал, как партнериться с продуктами, что на Clickpay, что в глупарте, поэтому сейчас повторяться не буду. Если забыли, пересмотрите заново второй урок. Я же получаю сейчас ссылочку на него, копирую ее и себе куда-нибудь сохраняю. Есть. Так, идем дальше. Следующее, что нам необходимо, это настроить редирект, потому что прямые ссылки на сервис использовать нельзя. Для этого заходим на хостинг интрохост. Ссылочка есть в полезных ссылках. Вот она. Также во втором уроке я вам показывал, как регистрироваться на интрохосте и как им пользоваться. Повторять я уже не буду этого. Заходим. Переходим в панель хостинга. Переходим в доменные имена и создаем любое доменное имя, но с учетом шаблона, о котором я вам сейчас расскажу. Нажимаем создать. Пишем любое сочетание символов английских соответственно. Ну, допустим, mydomain1. Дальше пишем их22.ru. Этот шаблон у вас в файле с полезной информацией, он указан. Далее, локальный адрес выбираем из списка. И здесь ставим две галочки. Окей. Мы создали вот это доменное имя. Проверяем его работоспособность. Копировать. Вставить. Все, домен создан. Сайт открывается. Переходим в 3w домены. Выбираем наш вновь созданный домен. Кстати, тот, который по умолчанию, вы можете удалить. Либо можете его использовать. Давайте сразу его удалим, чтобы он нас не смущал. Вернемся опять в доменные имена. Мы создали с вами вот этот домен. А этот мы выделим сейчас и нажмем кнопочку удалить. Проставляем обе галочки. Окей. Идем в 3w домены. Выделяем наш домен. Нажимаем каталог. И теперь переходим в каталог с курсом. У нас здесь есть папочка Redirect. Здесь два файлика. Загружаем эти два файлика. Нажимаем здесь закачать. Выберите файл. Выделяем их оба. Нажимаем открыть. Окей. И теперь нам надо отредактировать файлик index.php. Кликаем по нему два раза. И здесь вы видите ссылка на продукт. Вот эту ссылку на продукт, которая в кавычках, надо заменить на свою. Кавычки, соответственно, мы оставляем. Открываем файлик, где сохранили нашу партнерскую ссылку. Копируем ее. И вставляем сюда. Предварительно удалите все, что между кавычками. И вставляем Ctrl-V. Обратите внимание, ссылка ваша партнерская должна начинаться с http и должна находиться между кавычками. Кавычки должны быть обязательно. Нажимаем ОК. Теперь давайте проверим, при переходе на наш сайт, на наш созданный домен, нас должно через одну секунду перекинуть на партнерский продукт. Все, нас перекинуло на партнерский продукт. Что вы видите на экране? И у нас этот переход должен был засчитаться в статистике сервиса. Либо в Gloparty, либо в Clickpay, в зависимости от того, что вы выбрали. Я выбрал Clickpay, поэтому давайте посмотрим. Переходим в статистику. Партнерские товары. Вот этот товар, который я сейчас выбрал. Да, вот три перехода. Было до этого два. Я переходил, проверял свою партнерскую ссылку. Сейчас должно быть три. Все верно. Переход засчитался. Двигаемся далее. Я обещал, что в этом курсе не будет ссылок, потому что ссылки заспамливаются и письма перестают приходить получателям. Я свои обещания сдерживаю, ссылок действительно не будет. Мы будем рассылать файлы. Переходим в любой каталог. Я буду создавать файл в каталоге с курсом. И создаем презентацию Microsoft Office PowerPoint. Если у вас нет такого пункта меню, просто открывайте Microsoft Office PowerPoint и создавайте там новый документ. Если у вас не установлен Microsoft Office PowerPoint, то установите. Нажимаем так. Сейчас сразу его переименую, как мне удобно. и открываем. Удаляем все, что здесь есть. Нажимаем и «Долет». Нажимаем и «Долет». Что нам необходимо разместить в этом файле? В этом файле мы должны разместить описание того продукта, который мы продаем, со ссылкой на наш редирект. Редирект – это, соответственно, наш вот этот сайт, который ведет уже по нашей партнерской ссылке. где брать описание? Все просто на сайте с продуктом. Переходим на сайт продукта, который мы продаем. что вы видите на экране? Здесь включается видео, но видео, соответственно, мы с вами не скопируем. Но мы можем с вами скопировать, например, вот этот текст. «Копировать», вставляем, делаем вставку, надпись и кликаем. Растягиваем ее до необходимых размеров. «Контрол-В», вставляем. Текст, к сожалению, вставляется не так красиво, как здесь, но мы сами можем его подредактировать, как нам необходимо. То есть мы можем увеличить шрифт, допустим, сделать, чтобы он был посерединке. Это у нас на главной. Так, немножечко передвинем наверх. Здесь как такового алгоритма нету и быть не может. То есть вы составляете по наитию, как видите, как вам кажется, что это будет красиво, так и оставляете. Составлять правильно и красиво файлы вы сможете только с опытом. Делайте, делайте, работайте и у вас рано или поздно начнут получаться красивые, хорошие файлы и простые, и интересные. То есть я вам не могу в данном случае никакую методику сказать. Делайте так, так, так и будет у вас красиво. Здесь все зависит от конкретного продукта, конкретного предложения, которое вы продаете. Я рекомендую для начинающих просто копировать то, что есть на сайте. Вот здесь у нас красный текст. 50 сайтов смс делаем красным. 50 готовых бизнесов красным. А, бизнесов не делаем. 50 готовых красным. Под ключ. Под ключ красным. Зарабатывать на них. Красным. Видео. синим. Далее. У нас здесь есть видео. Так. Промотаем его на такой интересный момент. Поищите, где здесь есть интересный момент. Вот 20 тысяч рублей в день. И делаем скриншот. Если вы не умеете делать скриншот, у вас на клавиатуре есть такая клавиша Print Screen. Она где-то в верхнем ряду, ближе к правому краю. Поищите, она есть у всех. Нажимаете ее. Таким образом вы как бы сфотографируете это изображение. Теперь это сфотографированное изображение надо куда не вставить. Я вам сейчас покажу на примере обычного Paint. Если вы умеете пользоваться, например, фотошопом, пользуйтесь фотошопом. Я сейчас специально не буду усложнять, чтобы показать вам, как можно это сделать стандартными средствами. Умеете пользоваться чем-то другим, либо хотите пользоваться чем-то другим. Ради бога это ваше право. Я же открываю обычный Paint. Он в пуске находится в стандартных программах. Уменьшаю его до самого минимума. Беру за край и перетягиваю до самого минимума. Нажимаю сочетание клавиш Ctrl V. То есть вставляю изображение, которое у нас сфотографировано. Все. Вот у нас вставилось изображение. И теперь нам необходимо его, это изображение, немножечко обрезать. Делаем, уменьшаем. Нажимаем Ctrl A для того, чтобы выделить все изображение. И перетягиваем его вот так вот повыше сюда. И еще подрезаем. Таким образом у нас получилось видео в картинке. Так, давайте еще раз Ctrl A и перетягиваем наверх. Так. Так. Есть. Картинка у нас получилась. Сохраняем ее в удобный для нас каталог. И теперь просто перетягиваем ее в наш PowerPoint файл. В нашу презентацию. Есть. Можно ее сделать поменьше. И еще мы можем добавить, например, кнопочку. кнопочку. Но, когда мы вставляем видео, можно не добавлять кнопочку. Можно прямо в это видео вставить ссылку. Копируем ссылку на наш домен. Копировать. Нажимаем на наше изображение. Правая кнопка мыши. Копируем гиперссылка. И вставляем ссылку на наш сайт. Вначале добавляем HTTP, двоеточие, две косых черты. Ссылка должна обязательно начинаться вот с такой конструкции. Копируем полностью себе ее. Копировать. Вставляем в браузер. Вставить. И проверяем. Работает. Все работает. Замечательно. Двигаемся дальше. Ок. И сохраняем файл с презентацией. Сохраняем. Закрываем. Далее. Следующим этапом мы идем в e-почту. Открываем ее. И составляем наш текст. Текст у нас должен быть рандомизирован. Что это значит? Это значит, что он должен периодически меняться. Как это достигается? Все просто. Вы видите, у меня уже составленный текст. Я сейчас с помощью него буду рассылать. Я этот текст скопировал просто с интернета, с бизнес-тематик. Такой большой можно не писать, можно поменьше. Давайте вначале я вам объясню, как делается рандомизация. Все очень просто. Чтобы нам сделать рандомизированный текст, нам необходимо начать нашу конструкцию с фигурной скобки. Фигурные скобки на клавиатуре находятся, где буква Х и буква твердый знак. В начале и в конце фигурная скобка. А в серединке мы пишем то, что нам хочется. Например, «Здравствуйте, для вас сообщение». Это будет первый вариант. Чтобы отделить его от второго варианта, ставим вот такой знак. Это знак «Вертикальная черта». То есть не «Косая» какая-то, а именно «Вертикальная». Она на клавиатуре, также рядом с фигурными скобками, там есть на одной клавише «Косая черта» и «Вертикальная черта». В зависимости от того, нажат shift или нет, будет тот или иной символ появляться. Либо «Косая черта», либо «Вертикальная черта». И она только в одной раскладке, насколько я помню, только в английской раскладке она печатается. Хотя может быть у всех по-разному. Дальше. Например, «Приветствуем вам уведомление». Это будет второй вариант. Дальше ставим «Вертикальную черту». «Добрый день». «Вам инфо». И так далее и тому подобное. После последнего варианта нашего текста мы не ставим уже «Вертикальную черту». Мы просто закрываем фигурную скобку. Таким образом, у меня каждому получателю придет либо сообщение «Здравствуйте, для вас сообщение», либо «Приветствуем вам уведомление», либо «Добрый день, вам инфо». В конце точки поставим сейчас. Дальше у меня идут следующие конструкции со следующей фигурной скобки. То есть вы сколько угодно можете рандомизировать. Можете здесь еще вставить, например, какую-нибудь рандомизацию, например, написать «Ознакомьтесь с текстом ниже» или «Ознакомьтесь с файлом». Мы же файл рассваиваем. «Посмотрите вложение». Это будет второй вариант. «Изучите приложение». Закрываем фигурную скобку. Таким образом, у нас придет сообщение «Здравствуйте, для вас сообщение», потом отсюда «Просмотрите вложение», и потом дальше «Основной текст». У меня тоже, обратите внимание, в фигурных скобках. То есть можете ставить несколько таких конструкций, и каждая из них будет рандомизироваться. То есть у кого-то придет, например, вот это и вот это, у кого-то придет вот это и вот это, у кого-то придет вот это и вот это, например. Таким образом мы достигаем такого эффекта, что текст приходит у нас разный для разных людей и не заспамливается. Так же и в теме, то есть в фигурных скобках через вертикальную черту мы прописываем тему. Ну и соответственно вы должны какой-то делать призыв к действию. То есть если мы рассылаем курсы по заработку, то соответственно надо на это и давить, что надоело жить в нищете или не сидите на шее у детей, у родителей. Таким образом, не стесняйтесь этого делать. Если вы предлагаете людям что-то, то вы должны изначально заинтересовать человека в том, что вы предлагаете. И далее мы добавляем файл, тот, который сделали, презентация. Добавляем. Есть. Но хочу обратить внимание, что файл – это только один из вариантов. Еще один вариант, как делать нам ссылку, но чтобы она не заспамливалась. Использовать ВКонтакте. Вы сами прекрасно понимаете, что ВКонтакте – это социальная сеть крупнейшая и вряд ли почтовики будут добавлять их в спам-листы ссылки из ВКонтакте. Тем более, если они не ведут на какой-то внешний ресурс. Как же сделать так, чтобы наша партнерская ссылка работала, но не вела на внешний ресурс? Изначально кажется, что это невозможно. Но я вас уверяю, это возможно. Переходим во ВКонтакте. Как регистрироваться ВКонтакте, я вам показывать не буду. Это любой школьник может сделать. Ищем кого-нибудь, ну все, кого угодно. Андрей, ну давайте вот Андрей какой-то. Нажимаем «Написать сообщение». И здесь есть возможность вкладывать документы. Вот еще документ, загрузить новый файл. И теперь мы выбираем тот файл, который мы с вами сделали. Эту презентацию. Есть. И обратите внимание, на нее можно кликнуть, мы сейчас с вами кликнем правой кнопкой мыши, открыть ссылку в новой вкладке. И обратите внимание, что нам открылось. Нам открылся наш файл с призывом начать зарабатывать. И кликнув по видео, что происходит? Мы переходим на сайт, который рекламируем. Что? Таким образом, мы можем слать ссылки на наш сайт, на наше предложение, совершенно не боясь их заспамить. Копируем, нажимаем на адресную строку, копируем. Переходим в e-почту и вставляем нашу ссылку. Я рекомендую ссылки также пора рандомизировать. Вставляем, фигурная скобка, фигурная скобка. Нажимаем, вот сюда вставить гиперссылку, url наш вставляем. Ознакомиться. Ознакомиться. Есть. Окей. Ставим прямую черту, следующая ссылка. А как же нам сделать следующую ссылку на этот же файл? Все просто. Переходим опять в диалогу, нажимаем «Еще», «Документ», «Загрузить новый файл». Загружаем тот же файл, есть. Открываем новые вкладки и вот у нас уже новая ссылка на тот же самый файл, сравните их, они разные. «Копировать», «Переходим», «Вставить гиперссылку», url вставляем тот, который скопировали, «Текст», например, «Узнать подробности». Чем больше у вас будет таких ссылок, тем лучше. Далее опять ставим вертикальную черту. «Документ», «Загрузить новый файл», «Презентация». Есть. Опять открываем в новой вкладке, «Копировать», «Вставить гиперссылку», вставляем сюда url, тот, который скопировали, «Текст», пишем, ну, например, «Перейти на сайт». «На сайт», «Есть». Все, таким образом у нас будет чередоваться три ссылки. Замечательно, сохраняем. Тот диалог, который мы открыли, закрываем. Никуда не надо отправлять этому Андрею никаких сообщений. Зачем? Двигаемся дальше. Теперь нам необходимо заполнить имя отправителя, от кого мы будем отправлять наши сообщения. Переходим здесь вот еще. Имя нажимаем сюда, чтобы сформировать список. Здесь у меня уже прописано достаточно много отправителей. Я сейчас их удалю и покажу вам, как список сгенерировать автоматически, чтобы не придумывать самостоятельно. У вас в файле с полезными ссылками есть ссылка на генератор FIO. Переходим на него. Выбираем фамилия, имена, отчество. Убираем галочку. Количество делаем 100. Нажимаем сгенерировать. Вот у нас сгенерировался список. Нажимаем скопировать результат. И вставляем вот в это поле. Вставить. Ок. Также здесь есть список адресов отправителей. Здесь можете вставить списки с ваших аккаунтов. Ок. Нажимаем ОК. Все, рассылку мы подготовили. Рекомендую вам не совмещать отправку ссылок с отправкой файлов. То есть, если вы отправляете ссылки, то отправляйте только ссылки. Если отправляете файлы, то отправляйте только файл без ссылок. То есть, либо вот это удаляете, либо вот это удаляете. Я сейчас отправлю без файла только ссылки. Удалить. Далее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо прописать адреса, на которые мы будем рассылать. Но перед этим давайте сделаем пробную рассылку. Хочу сразу обратить ваше внимание, что файлы нормально доставляются только на Mail и на Gmail. На Яндекс они будут доставляться, но в них будет не рабочая ссылка. На Яндекс необходимо рассылать только ссылки на ВКонтакте. Так, давайте пробу сделаем. Теперь сделаем пробу на Mail с учетом вышесказанного. Отправляем. Когда отправляете файл, у вас может выходить такое сообщение, что скорость отправки будет невысокой, так как сообщение большого размера. Нажимаете Да. Сообщение ушло. Все вот пришло на Mail. Открываем его. Вставлена ссылка. Но повторюсь, что когда отправляете файл, ссылку не надо вставлять. То есть у вас здесь ссылки не будет. У вас будет только файл. Здесь призыв ознакомиться с файлом. И сразу обращаю ваше внимание, вот такие вот портянки, как я сейчас сделал, делать не обязательно. Даже нежелательно. Одна, две, три строчки максимум. Особенно, когда рассылаете файл. Почему? Потому что его должно быть видно. Он внизу располагается. То есть если такая большая портянка, его могут просто не увидеть. Человек увидел файл. Прочитал призыв. Открывает. Кликает на него. Ему открывается файл в предосмотре. Так же как у нас он открывался во Вконтакте. И так же он кликает по предложению. И переходит на наш партнерский сайт. Все работает просто. Идем далее. Мы проверили нашу рассылку. Так, я буду рассылать сейчас со ссылками. Файлик убираю. А вообще рекомендую чередовать. То есть отправили на 500 со ссылками. Следующие 500 отправили с файлом. Следующие 500 со ссылками. Ну и так далее и тому подобное. И запомните, чем больше вы рандомизируете, чем более разный у вас текст, разная информация, разные ссылки, тем больше вероятность того, что все письма у ваших получателей будут лежать в инбоксе. Далее нам необходимо заполнить адреса. Где мы берем адреса? Мы их берем из программы Mail.Root Checker. Открываем. На четвертом уроке я показывал, как пользоваться Mail.Root Checker, как чекать базы. У меня здесь начекано 3400. Я выгружу. Так, у меня новые уже все выгружены. Выгружу все. По первым Doom 1000 я рассылал, разошел по последней. Так, с 2300 по 1300. Копировать и вставляем список получателей из буфера обмена. Сколько? 998 адресов. Замечательно. Есть. Идем далее. Нажимаем кнопочку рассылка. Переходим в настройки. Значение Hello. Если вы рассылаете с аккаунтов Gmail, я обычно ставлю Gmail.com либо свой IP-адрес. Но нам не нужен свой IP-адрес. Нам необходимо запустить Proxifer и использовать IP-адрес наших проксей. Запускаем Proxifer. При запуске он у меня свернулся в трей. Рядом с часиками. Такой серый значок. Нажимаем его. Открываем. Выбираем профайл. Второй пункт. Выбираем нашу прокси. Любую. Ок. Чтобы получить наш адрес, если не использовать gmail.com, если мы, например, используем аккаунт email, нажимаем вот здесь. Все. Мы получили наш IP-адрес. Проверяем. Проверяем, чтобы у вас были настройки SMTP в соответствии со вчерашним уроком. Если не хотите сильно загружать процессор, нажимаете использовать ротацию SMTP и выбираете количество сообщений. А через сколько сообщений будет меняться SMTP сервер. Если хотите быстро сделать, убираете эту галочку и отправляете сразу со всех. Я же произведу рассылку без ротации. Мне так удобнее и быстрее. Нажимаем ОК. И нажимаем начать. Пошла рассылка. Хорошо доставляет. Все тестовые письма, которые я отправлял, дошли. Ссылочка открывается. Но пока с трудом, потому что идет рассылка. Ну, ссылка открывается. Давайте подождем немножко. Да, все, загружается презентация. Имейте в виду, что когда идет рассылка, у вас канал будет немножко загружен. Все, файлик открылся. Проверяем переход. Все, открылся наш сайт. Нет, заголовок уже появился его. 50 платников. Ушло 265 писем. Все хорошие. Все, вот он, файл открылся. Наша партнерская ссылка сработала. Давайте посмотрим, сколько у нас там сейчас переходов. Сейчас количество переходов должно начать увеличиваться. Потому что ссылка уже, рассылка уже начала уходить. И первые люди уже должны начать открывать письма. обычно переходы от одного до трех процентов. То есть на тысячу это где-то от 100 до 300 переходов должно быть. Давайте обновим. Посмотрим, кто-то уже переходит по ссылке или нет. Ждем результата до завтра. И завтра я запишу следующий урок, на котором уже, собственно, покажу, как заработанные деньги эти выводить.